Владикавказ 24 на 7 здравствуйте Вот уже несколько месяцев городская администрация решает проблему разбитых дорог, отсутствия тротуаров и изношенности дорожной сети Если в прошлые годы эта проблема решалась с переменным успехом, то сейчас положительные результаты оценивают и автомобилисты, и пешеходы Руководством города перед подрядчиками была поставлена непростая задача по сдаче всех объектов строительства дорог в указанные сроки и в максимально возможном качестве Борис Албегов держит на постоянном контроле ход проведения работы Мы провели наши дороги, которые мы, к сожалению, из-за дождей не вовремя успеваем, это природные условия такие сложились Но сейчас погода восстановилась и мы в очень срочном порядке и ночью производим работы и, надеемся, выполнить все работы до 1 октября Полотно очень качественное, мы постоянно контролируем ход работ и качество выполняемых работ Вот сегодня мы очень плодотворно поработали и в городе, как в этом году, столько объектов еще не строилось Сложность работы на некоторых участках заключается в том, что под будущей дорогой проходят теплотрассы или водопроводные сети, которые бывают практически изношены Городские власти решили начать работу с полной замены труб под будущими дорогами для предотвращения в дальнейшем фактов разрытия асфальтового полотна Асфальт кладут по технологии в два слоя, как пояснили представители подрядной организации, при укладке асфальта также проводятся все сопутствующие работы В один уровень с дорогой поднимаются люки и ливневые канализации, происходит полная или частичная замена бордюров Многие дороги, уже 5-6 уже сделаны Это улица Ватутина, Чкалова, Ливаневская улица, Барбашова, проспект Коста, это от Круга до Коней, улица Томаева На остальных дорогах ведутся работы, более 50% уже сделано Есть небольшое торможение, где меняются коммуникации, то есть водопровод, ливневки, вот это где меняется, там чуть-чуть дорожники приостановили свою деятельность С текущего года вся Россия перешла на новые стандарты качества дорог европейского уровня О проводимых перед началом ремонта дороги лабораторных исследованиях и о гарантии качества асфальтового полотна, которую дают подрядчики, нам рассказали в специализированной лаборатории Мы проверяем не только асфальт, мы проверяем еще материал в асфальте То есть если вы возьмете асфальт, он же у нас многопрофильная структура, да, состоит из щебня, состоит из песка, состоит из битума То есть каждый из этих материалов здесь проверен, прежде чем положить его в асфальт и сертифицирован у каждого завода И поэтому уже на готовой стадии, когда дорога уже сдается, мы знаем, что щебень там соответствует, песок там соответствует Остается только проследить лишь за тем, чтобы дорожники все это уплотнили хорошо, уложили хорошо и соответствовали требованиям проекта и нормам Научно-производственное объединение «Генинжиниринг» занимается контролем качества строительных и дорожно-строительных материалов Администрация города подписала с объединением договор на оказание услуг В лабораториях предприятия ежедневно проверяют качество укладываемого дорожного полотна Бывают замечания к подрядчикам, но в целом работа дорожников удовлетворительная То, что сейчас у нас в городе происходит, это хорошо, на мой взгляд Я, кстати, еще являюсь доцентом кафедры автомобильной дороги Как человек, который с научной точки зрения занимается этими дорогами, еще и практической точки зрения Мы контролируем эти дороги, пытаемся осуществлять контроль Не только уже, когда дорога все уже закончена А в тот момент, когда дорогу еще только начинают делать Допустим, бортовые камни, бордюрные Если их установят, и они будут плохого качества, им придется демонтировать И поэтому мы их качество проверяем на стадии, когда они только привезли на объект Мы их проверяем, если они соответствуют, все хорошо, вы укладываете Если не хорошо, то разворачивайтесь и увозите В прошлом году был такой пример У нас один из подрядчиков привез не те того качества бордюры Естественно, мы их проверили и сказали, что нет, их мы не допустим, чтобы установили В этом году за короткое время удалось полностью отремонтировать дорожное покрытие Более чем на 20 городских улицах Несколько тысяч десятков квадратных метров полотна Уже заменили на дорожных артериях столицы Северной Осетии Не меньше улиц до конца октября будут приведены в порядок Представители Владикавказской администрации Вручили газовые печи жителям общежителей на улицах Бзарова и Молодежной Это не разовая помощь Ремонт душевых и кухонь, замена кровли, инженерных коммуникаций Это лишь малая часть деятельности городских властей в этом направлении Во Владикавказе расположено 4 муниципальных общежития Несколько лет назад в них провели капремонт Но тем не менее зданиям уже более 50 лет И с года в год ветшают все коммуникации Городская администрация с учетом возможностей Прежде всего доходной части бюджета города Владикавказа И изыскивает средства для поддержания этих объектов Соответственно санитарными и техническими нормами и правилами Если говорить с оглядкой назад То в 2011 году был произведен капитальный ремонт всех 4 общежитий В рамках выполненных работ была произведена полная замена кровель Капитально отремонтировали фасады, лестничные марши, санузлы, душевые, кухни Кроме того была произведена полная замена сети инженерно-технического обеспечения Как в подвалах, так и в местах общего пользования В общежитии, что расположено на Бзарова 15, находятся 142 комнаты Жизнь здесь у жильцов неспешная Все радости и горести разделяют, что называется, поровну Одним из таких счастливых дней стал день, когда во двор заехала машина, гружена газовыми плитами 19 печек были закуплены городской администрацией для нужд жителей дома Кроме этого, в настоящий момент проводится ремонт мест общего пользования и душевых комнат Чуть ранее в общежитии по адресу молодежная 10 также были завезены печи Они уже установлены, а хозяйки вечерами готовят свои незамысловатые блюда Спасибо администрации, что это все выслушивают и помогают Вот и прозвенел первый звонок Для кого-то он впервые огласил школьный двор с призывом бежать на урок В День знаний во Владикавказе порог школ переступило около 3000 первоклашек Белые рубашки, праздничные фартуги, банты и взгляд, который присущ только первоклассникам Эй, смотрите все на нас Мы идем в первый класс Первый, значит, слышит вас Пропустите нас Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Владикавказ 24 на 7 Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»